Приветствую всех, с вами Маргот и PlanetBase. Продолжаем развивать свою колонию, пытаясь это сделать как можно красивее, по фэншую, и при этом, чтобы как можно меньше колонистов умирало, но без жертв здесь не обойтись. Так, продолжаем. На этот раз я за кадром не играл практически, то есть даже Космопорт, видите, еще не достроен. Последнее, что я сделал в предыдущей серии, это начал строить Космопорт. Что я сделал здесь хорошего, это то, что очень четко воткнул склад. Просто склад, это центральная область, вокруг которой все остальное кишит. Что я не очень хорошо сделал, это вообще вот эта вся половина, ну, как я и предполагал, это будет временное. Так что сейчас мы должны будем, в принципе, продублировать все, что здесь есть, где-нибудь на этой части. И снести все то. Так, давайте посмотрим для начала, куда мы сможем перейти. Здесь, вероятно, всего надо будет энерго какие-то ресурсы строить. Здесь уже граница экрана, сюда нельзя будет попасть. Можно будет сюда перелететь, здесь что-то построить. Сюда, я думаю, можно. Тут очень хорошая площадочка. Это каргашка. Летел. Посмотрим, что у нее есть. У него есть ферма Купол. Очень хорошая ферма. Цена 400. Она мне тоже очень нужна. 560. Ну, комиссия 40%, не так уж и много. Давайте посмотрим, чем можно забаржить ей. В принципе, 387 монет я уже впендюрил. Не знаю, хватит ли оставшегося нам. Так, что у нас самое дорогое. Надо избавляться от слоу-такт. Слишком часто я его произношу. Да, я думаю, нам хватит. И местцом закинем с ним. Все нам нужно. Давайте закинем овощами. И попробуем отсюда забрать. Пластик, потому что пластик нам реально нужен. Опять так. Ох. Идеально. То есть мы сейчас приобретем крутую ферму. И потеряем там пару морков. Нормально, в общем. Погнали. Ферма Купол. Надо будет, значит, эту ферму перестроить. Скорее всего, сейчас еще одну ферму здесь построим. Большую. А эту надо будет снести. В принципе, Людишки должны пройти через этот шлюз и все сделать. Ускорим время, чтобы побыстрее это все было. По-прежнему у нас небольшой напряг с металлом идет. Этот металл просто куда-то, наверное, улетает. Я, в принципе, знаю, куда на шестеренке улетает. Но на шестеренке нам тоже нужно. Нужно, чтобы непрерывно шестеренки производились. Иначе это пахивает вайпом. Здесь мы грузим. Все в самолет. Еще пять металла нам надо. Целых пять металла. Посмотрим, сколько сейчас ферма будет большая. Это стоит. Возможно, мы отложим ее в продажу. И склад у нас заполняется. Склад тоже надо будет в ближайшее время приобрести и перестроить все. Что мы можем еще сделать? В принципе, мы можем здесь еще один шлюз поставить. Но этот попозже. Чтобы быстро разгружать все с этого космопорта пролетающего. А со столовки мы можем вывести еще одну спальную комнату. Жилище улучшенную. Но нам нужен металл. Много-много металла. Металл тут ПКД делается, в принципе. Даже пластика столько не требуется. Песчаная буря началась. Очень плохо. Вот почему нужно как можно ближе строить шлюзы с шахтами, чтобы когда буря, рабочие как можно быстрее добегали до своих рабочих мест. Очень плохо можно закончиться. Давайте, давайте. Ты что, решил погулять? Решил забрать ресурсы. Ну ладно. У нас один калич появился, потому что решил погулять в буре. Кстати, у меня же уже построено таком-то в теории, я могу давать сигналы, да, желтой трилоги. Я лох. Я неправильно поступил. Надо было желтую трилогу дать. Ладно, в следующий раз. Я такой уж не допущу. Иванечка плещется. Построим космопорт, отлично. Отлично, космопорт есть. В принципе, ох, и кораблик сразу прилетел торговый. Сейчас мы ему забарыжим. Что-нибудь. Нам нужен металл, что мы можем отдать. Можем отдать. До хрени так, роботы-строители даются на 200. Брыщик, роботы-строители. Подожди, роботы-строители. Это, я так полагаю, чертеж, да? Нам, в принципе, сейчас роботы не нужны. Нам нужен металл. Даже, наверное, руда. Что у нас по руде? Есть руда? Три руды у нас. Ага, у нас металл именно нет. Давайте закажем металл в обмен на морковку. В принципе, можно побольше металла заказать побольше морковки и крахмал отдать. Крахмал, что-то очень много набежало. Вам столько его не надо. Что еще? Можно голды приобрести. Дадим еще больше крахмала. Сороке с целой. Семьдесят голды всего. Да, сейчас довольно долго будет таскать это все. Ребятки. Да ладно. Это мы можем... А это мы не можем разобрать, потому что оно не крайнее. Нужно сначала здесь все отменить. думаю, наверное, пока не будем делать. Наверное, все-таки, наверное, все технологии сначала открыть, а это пускай база все-таки как... Да, так и сделала. Пускай этот кусок базы все еще функционирует, как он есть. Когда мы уже откроем самые последние крутые исследования, тогда уже будем менять все. Так, где наша крутая ферма? Биокупол. Ух ты ж. Да, он реально больше. Или он такой же? Не могу понять. Лаборатория, медотсек, робототехника, управление, бутикупол. Магодоцелевое сооружение для отдыха и фитнеса. Неплохо. Биокупол. 2.10. Вроде да. Это его следующая стадия. Такая, какая у меня сейчас, да, или нет? А, нет, все-таки вот эта стадия моя. А вот огромная. Ничего себе. Неплохо, неплохо. Но это мы потом построим. Здесь построим, это снесем. Вместо него другое. Сейчас у нас металл прибудет. Резко. Металл уже есть, надо еще один шлюз построить, чтобы быстрее дела все шли. Давайте еще один шлюз воткнем. Шлюз у нас внутреннее. О, не то, все не то. Вот шлюз. Таким образом это сделаем. Вот так. У нас будет быстрее разгружаться на кораблях. Все это дело. Надо уже озадачиваться строить обсерваторию. На самом деле лазерные пушки. Чтобы те метеориты сбивали. Иначе нас тут будет по полной бомбить. Еще один торгаж приземлился. Что ты нам можешь предложить робот-перевозчик. Не, у меня от тебя только голда нужно. 50% комиссии. Не очень классно. Нормально. 20 морковок тебе отдадим. Здесь шлюз сейчас построен уже будет. Отлично. Супер. Вот это фэншуйное расположение, на мой взгляд. Сразу два шлюза будет разбредать. 9 у нас есть железяк. Можно, в принципе, этот ультра-био купол построить. Попробовать. Еще у нас с энергией. Маловато, на самом деле, энергии. Да. Низкий заряд. Это очень плохо. Сейчас мы можем не отрубиться. Да, мы отрубились. Очень плохо. Надо строить крутые ветряки. Да, вот он у меня есть. Поставим его где-нибудь. Точно не здесь. Сюда нам надо будет перейти базами каким-то образом. В принципе, можно его здесь открыть. Почему нет? Можно даже отменить его. Снова воткнуть. Попробовать поближе. Или уже не получится. походу не получится. Давайте здесь построим хороший ветряк. Что у нас с с ачивками? Точнее, нет, не с ачивками, а с технологией. У нас есть мегаэнергиколлектор? Нет. К сожалению, нет. Я хочу огромное хранилище как можно быстрее получить мегаэнергиколлектор. Чтобы еще один склад воткнуть. Витричок сейчас построится. Неплохо у нас сейчас обеспечивать будет. Закончили запчасти. Торгаж прилетел. О! Мегаэнергиколлектор. Нам надо любой ценой получить. Что мы можем предложить 10-15. Давай, блин, 600, комиссия 50. Не получится, наверное, по максимуму самого дорогого зафигачить. Да, не хватит, боюсь. Не хватит. Пока, парень. В следующий раз. ресурсов не хватает. В принципе, все везде работает более-менее нормально. Что мы можем еще сделать? Мы можем еще один такой нормальный завод строить с большим количеством станков на нем. И вообще нам еще одно жилище надо построить. Попробуем его куда-нибудь сюда воткнуть. Жилище. Я так и знал, что получится. Может быть, где-нибудь здесь его можно было бы воткнуть. Да, не очень удачно расположение. Можем попробовать конечно экстрактор воды перестроить на другом месте. Давайте нам так и сделаем. Экстрактор воды. Здесь его можно воткнуть. Нет, тоже нет. Все плохо. А, можно его здесь воткнуть. Рядом с ветряком. Почему нет? А этот мы снесем. Снесем и вместо него запилим сейчас. Я сказал, оно мешает металл. Этот сейчас его уберут. Вода у нас по идее сейчас вода должна проседать. когда вода начинает приседать. Ну, теперь должно быть нормально. Тебе должно расти. Да, быстро возросло. Давайте, ребят, как-то по-бырому уберите, чтоб я мог еще спальник подкнуть сюда. Можно на самом деле еще вот эта хрень сбрить. Давайте здесь это ничего не нужно. Ненужная вещь. Приземлился торговый корабль. Давай посмотрим, что у тебя есть. Галда. Что мы можем тебе предложить? Травушку, муравушку. Может робота какой-нибудь взять? Робота перевозчика, да, давай робота перевозчика там все барахло. Оттуда люди долго не смогут убирать. Нужно, побыстрее сидел обмен. У нас эта площадка работает хоть? Да, работает. Почему-то на эту любят приезжать. Что со складом? 96% неплохо так склад забит. Закончились запчасти. Может их никто не производит. Мой ветряк смотрите как хорошо работает. Реально вот я воткнул и все. Проблем терз энергии нет. Реально четкий ветрячок. Нужно чтобы отсюда поскорее всего убрали. В принципе как сделать чтобы убрать построить что-то в другом месте. Построю я здесь заводы. как бы это лучше объединить. Чтобы я мог потом снести здесь. Или этот склад я уже не смогу снести скорее всего. Где-то бы еще убрали штуку. Так а я могу на месте руды построить завод какой-нибудь завод по переработке. Нет руда мешает и все и теперь ты хоть тресни но не получится это сделать. Надо ждать пока они все это уберут. Давайте вот здесь где-нибудь воткнем завод. В общем нужно чтобы вот они руду отсюда взяли принесли куда-нибудь сюда. чтобы они не очень далеко да вот здесь завод был самый идеальный для него место было бы воткнем сюда завод по переработке значит нам надо найти все-таки куда нам запихнуть наши шхонки в принципе у меня есть идея мы сделаем так закончились медикаменты медиков дофига смотрим смотрим мы можем голды сейчас урвать урвать голды разгрузим в склад свой неплох так а еще больше обмен долго это сейчас таскать все будут так а почему в чем проблема почему у нас аптечки не делаются нет вроде там доктор сидит пыхтит пошли таскать через двойные шлюзи вот это очень удобно это будет довольно быстро сразу в обе стороны бегают до сих пор не убрали что надо убрать вот робот молодец я не зря робота купил прям знал что надо делать красота давай давай доктор делай речи сколько у меня вообще докторов скажите два доктора реально один доктор может спокойно делать аптечки а другой может ничего не делать но они оба ничего не делают мне конечно не очень нравится у нас довольно много крахмала нам тоже от него избавляться в два потока разгружаемся сколько там еще осталось еще 4 морковки нормально давай до свидания голду нам оставил следующий если прилетит с какой-нибудь технологии то можно будет у него подрезать отлично здесь место освободилось что мы можем сюда воткнуть завод по переработке отлично можно максимально завод пиньюрить наверное это лучше сделать со складом соединитель так торговый корабль ты на машцовых две технологии хранилищ предлагаешь либо энергоколлектор вообще мне хранилище больше нравится давайте попробуем его комиссия 65% это очень много очень дорого засранец торговец реально засранец 260 нам на счет где-то надо надыбать попробуем это сделать получится не получится есть просто на последнем практически в куски склада 53 крахмала сейчас у нас отъедет зато у нас будет огромное хоронение это просто ништяк это просто мега круто по-другому не сказать завод переработки большое среднее есть ультра большое так резко резко включаем желтую тревогу чтобы все убегали и не бегали по песчаной буре давайте 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 речь по всем по домам да бросит эту коробку дружба еще песчаная буря пройдет будет обратно включить мирный режим все песчаная буря кончилась возобновляем работу тащили дальше коробки понабросали везде нормально чем снаружи не бросили а внутри бросили дай только повод ничего не делать слушайте но супер просто технологии одну за другую покупаю на самом деле когда я до этого играл у меня все с ними плохо было я на несколько дней играла реального времени прежде чем получил там какие-то технологии сейчас у меня все гораздо лучше идет что у нас с заводом по переработке давай-давай неси рабочих нету в шахте почему-то засранц отлынием этот работ как все этот бы склад поменять на новый это будет довольно тяжело давайте здесь напихаем чего-нибудь что нас интересует переработка конечно же металла две штуки даже наверное четыре в принципе у нас справляются там люди или нет проебываются пускай здесь будет и наверное надо заводик нам сейчас один воткнуть по добыче руды как хорошо сюда ложится прямо напротив шлюза идеально два ресурса требуется роботов надо начинать делать роботов бурильщиков которые не будут остановить от работы кто у нас там прилетел торгаш ничего интересного кроме бабок давайте снова бабки копить чем можем отдать крахмал можем отдать жрачки можем отдать нормально погнали непрерывная бартерная торговля давайте давайте тут еще не хватает шлюза тут очень неудобный не понимаете почему сюда не прилетает они сюда вот следующим этапом я энергоколлектор изучу после этого здесь его снесу снесу эту батарейку снесу этот порт чтобы только сюда прилетали но и в другом месте поставлю соответственно склад склад непрерывно то заполняется то снова пустеет но жизнь на базе процветает все более-менее довольны бегают за редким исключением сейчас он телек посмотрит или поезд что-нибудь поделается шахта у нас построен отлично все осталось что только вы не работали люди что ресурс у нас две стали 13 биопластиков с биопластиком все норм это хорошо пускай копится но никогда мало не бывает шестеренки у нас делаются медленовато на самом деле еще один завод поставить с шестеренками еще один завод мало шестеренок пускай шестеренки пока делаются опять у нас сегодня рабочие что у нас с рабочими у нас 8 рабочих неужели этого так мало давайте тогда их закажем побольше построено сборщик запчастей давай давай собирай запчасть дружище че у нас останками это у нас кто прилетел торгаш что ты нам предлагаешь гмо помидорку она меня не так сильно интересует а вот голодишку я бы у тебя подрезал че я могу тебе еще дать помидорок можно тебе нагрузить неплохо по полной 300 голодей мы можем с ним стрясти неплохо по максимуму как 300 211 комиссия такая нефиговая у них но 211 голодей это не плохо у меня будет 300 с лишним и в следующий раз если кто-то полетит можно будет с ним торговаться чтобы получить еще какую-нибудь технологию давайте трудить я бы сейчас конечно робототехникой занялся но показывает практикой эти шестеренки довольно медленно делаются так это у нас 3 рабочих прилетели это хорошо нам их не хватает ребята давайте в шахты выйти по 8 приоритет на шахты я хочу чтобы рабочие в первую очередь в шахты шли тут что-то они вообще все что угодно делают не работают в шахт руды не хватает всего одна руда все таскает таскает склад снова разгружает снова склад пустит главное что в этих шахтах бесконечная руда то есть она никогда не иссякнет так же как и бесконечные стеллажи то есть все тут бесконечно главное просто соблюдать аккуратненький такой баланс в котором все будет работать еще торгаши пришли точнее торгаши работники отлично давай один сразу в шахту должен ты куда все везде все работает но нужно еще больше рабочих потому что я вижу что эти станки все простаивают хотя могли бы работать инженеры где-то тоже плохо прохлаждается вооруженных нападений пока на меня не было но скоро должны будут так все везде работается отлично руда руда растет у нас можно в принципе убрать высокий приоритет пускай оттуда рабочие все повыходят ну или не все части начнут перерабатывать эту руду потому что почему-то из четырех станков по руде работает только один сразу два корабля полетела один рабочий пришел и торгаш вот мега электроколлектор да вот это мне надо отлично шестьсот шестьсот голды многовато давайте попробуем получить его надеюсь получится так одну аптечку заборажем что тут еще травки начинаю с другого пластик добьем мясо пробовать пластика как можно меньше отдать нормально отлично сейчас получим мега батарейку идеально еще одна технология в карман ну муравьишки пошли пошли таскать ресурс красота красота здесь наконец то все работает можно в принципе приоритет снять пускай где хотят не работают главное чтобы они просто работали потому что здесь поближе идти будет чем туда перейти да отлично все правильно начал делать переработка идет полным ходом сейчас наш кораблик загрузит и я тут же где-нибудь эту батарейку воткну она копила в себе энергию может быть целые поле с ними сделаю еще три рабочих нам пришли все я думаю рабочих нам больше не надо вообще отключим какой-либо приток людей можно посетители посетители там могут быть солдаты пока поторгуем еще несколько технологий приобретем получено мега электроконтроллер все отлично что ребятки на этом серия заканчивается довольно эффективно мы свою базу сделали переделали что-то дальше будем еще перестраивать всю энергосеть переделывать на этом все увидимся в следующей серии всем пока